Вести Карачаево-Черкесия 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 Возложение венков Возложение венков Возложение венков Это самое главное в этот день И изначально Практика Проведения Дня ветеранов боевых действий Была заложена в 2008 году Ветеранской Общественной организации Всероссийское боевое братство Они решили Что необходим такой память Памятный день Для того, чтобы собрать Всех ветеранов В один день, в одно место Помянуть погибших Пожелать здоровья живым Смысл этого праздника Честь живым Слава погибшим Потому что погибших много ребят Которые ушли из жизни И я хочу пожелать всем В первую очередь Огромного здоровья Семейного благополучия Им Их семьям Потому что Положение сейчас Серьезное Мы все это понимаем Сопереживаем И помогаем как можем Помогаем всем Чем можем Все не кончено Но я уверен Все закончится так Как намечено Потому что Ну невозможно победить Победить такую страну Как Россия Невозможно Сейчас о погоде на выходные А после мы продолжим выпуск По 17 июля В Кисловодском цирке Спектакль Клоун 2, 96, 58 Категория Нарпрос Дипломы о профессиональном образовании Получили выпускники Аграрно-технического колледжа Поселка Иркен-Шахар Праздник старта Новых возможностей Провели и в актовом зале вуза О добрых традициях колледжа И его студентах Уже дипломированных специалистах Расскажет Альбина Ламкова Победитель международного конкурса Вручается Матакаеву Дамиру Муратовичу Благодарственное письмо родителям Именная стипендия имени Кайшева Вручается отличнице учебы Булгаровой Малике Анзоровне Продолжая традиции семьи Приехал вручить именную стипендию Кайшева Его внук Владимир Юрьевич В этом году диплом отличника получили 13 человек Должен сказать, что эта традиция Длится более 15 лет Для нас, как для всей семьи Это очень большая честь То, что в этом колледже Эта традиция имеет место быть и жить Напомню, что в глубокое советское время Мой дедушка посетил этот колледж После этого он стал первоцелинником в Казахстане И работал в Суворовском колхозе На этих полях до сих пор трудится и моя семья Оттуда и соседские отношения Дружеские отношения с Азаматом Ибрагимовичем За всю свою продолжительную работу А это с 1932 года Аграрно-технологический колледж Стал не только центром профессионального образования Но и крупным учебно-производственным и научным комплексом Главной задачей которого является Обучение и воспитание современного Высоквалифицированного, всесторонне развитого Политически грамотного, умеющего свободно ориентироваться В социокультурном пространстве молодого специалиста Благодаря инженерно-педагогическому коллективу Выпускники получили хорошую теоретическую и практическую подготовку После получения диплома они смогут достойно трудиться На предприятиях республики и страны Отметил директор Аграрно-технологического колледжа Азамат Матакаев Отрадно отметить, что инженерно-педагогический коллектив При постоянной максимальной поддержке руководства республики Правительства, министерства образования, отраслевых министерств Делает все необходимое для того, чтобы молодые люди Перешагнувшие порог Аграрно-технологического колледжа Со всеми молодыми выпускниками школ Выходили из наших сцен готовыми к серьезной жизни Дипломированными специалистами Педагоги и студенты Аграрно-технологического колледжа Принимают активное участие во всероссийских и региональных Научно-практических конференциях, форумах и конкурсах Поэтому лучшие выпускники были награждены за особые заслуги И активную общественную деятельность Не менее приятно было получить благодарственные письма Тем, которые успешно окончили колледж И защищали его честь на состязаниях разного уровня Яркий позитивный эмоциональный настрой подарил и концерт Это был заключительный подарок для выпускников от руководства колледжа Который создал неоспоримую атмосферу праздника Это наша Россия Новая повесть великой страны Наша Россия Чистое небо и мирные весны Альбина Ламкова, Фаридасидахметова, Ислам Урумов Вести Карачаева, Черкесия, Ногайский район В колледже индустрии питания, туризма и сервиса Были вручены долгожданные дипломы выпускникам Вчерашние студенты получили профессии С которыми теперь они готовы к серьезной взрослой жизни И могут продолжать обучаться в высших учебных заведениях Альбина Курочинова-Кенжева подробнее Одновременно радостный и грустный день для выпускников и их преподавателей Они собрались перед техникумом и вот-вот получат долгожданный документ Сколько же сил, терпения, заботы и внимания потребовалось студентам и их наставникам Чтобы этот день наступил Сегодня ребята получают советы, напутцы и, конечно же, дипломы Они закончили успешно обучение И теперь стали высоко квалифицированными, конкурентно способными специалистами Я думаю, что в нашем учебном заведении стоит учиться Почему? Потому что мы, наши выпускники, практически трудоустраиваются все Почему? Потому что мы готовим специалистов только для работодателей В сфере общественного питания, торговли, туризма Которые очень хорошо развиваются в нашей Карачао-Черкейской республике Зарина Исакова училась все три года на отлично И участвовала в активной жизни колледжа Сегодня ей особенно грустно расставаться со своей альма-матер Очень волнительный и в то же время радостный день для нас всех Для выпускников колледжа индустрии питания, туризма и сервиса Еще один этап в жизни пройден Начинается совсем взрослая жизнь У всех поступление в высшие учебные заведения И дальше Очень счастливые годы, наполненные эмоциями, моментами Это учебное заведение осталось для меня очень родным Ребята покидают техникум и уходят в свободное плавание Для них это второй дом, это ступень в успешную карьеру Первая специальность, путевка в жизнь Волнения немного, как-то неожиданно, очень приятно Буду очень сильно скучать по этому колледжу По людям, с которыми я училась, по своему куратору Было сказано много теплых слов, добрых пожеланий от преподавательского состава Студенты благодарили колледж, дарили свои яркие выступления И не могли сдержать слез Альбина Курочинова-Кенджев, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия Завершился первый летний месяц Многие школьники Карачаево-Черкесии, несмотря на каникулу Продолжали посещать образовательные учреждения Жителям села Чапаевского открытие пришкольного лагеря Позволило хотя бы на время снять с себя большую часть забот О юных членах семей Подробности в следующем сюжете Утренняя зарядка плавно переходит в развлекательные занятия И спортивные игры В пришкольном лагере Орленок села Чапаевского Так начинался почти каждый день Казалось бы, за время учебного года Мальчишкам и девчонкам должно было надоесть Посещать свое образовательное учреждение Однако в первый летний месяц Здесь создали такие условия Ради которых ребята с удовольствием Мчались увидеться с педагогами и сверстниками У нас тут очень хорошо Мы будем ходить каждый день Мы делаем зарядку У нас дискотека, музыку включаем На улице играем каждый день Питание – особая тема Оно должно быть не только вкусным, но и полезным А значит, к рациону необходим тщательный подход Эти люди как раз и отвечают за то, чтобы у ребят всегда были свежие овощи и фрукты Мы даем детям свежие фрукты, овощи Клубнику, абрикосы даем, яблоки даем Овощи даем, огурцы, помидоры свежие Дети питаются два раза Завтрак и горячий обед На это выделено по 125 рублей На организацию питания в день каждому ребенку Но по возможности на эти деньги Мы полноценно пытаемся кормить детей Дети заняты полезными делами И конкурсы, и игры, и викторины И познавательное все Что для них может принести пользу Что для них будет интересно И спортивные состязания в том числе Как говорят ребята, на столе у них порой бывали даже блюда национальной кухни Без сомнения, взрослые с удовольствием поменялись бы на время местами со своими детьми И вряд ли стоит удивляться тому, что старшие охотно отправляли подростков в пришкольный лагерь Впрочем, сами юные сельчане приходили в Орленок не столько ради еды, сколько для игр и общения со сверстниками К сожалению, даже хорошее имеет свойство заканчиваться Поток в летнем лагере завершил свою работу И теперь родителям придется подумать над тем, как правильно распределить свободное время своих деток А помещениям сельской школы предстоит косметическое обновление накануне нового учебного года Артур Махцы, Ахмат Чичаев, Роберт Джигутанов Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район На этом субботний выпуск Вести подошел к концу Приятных выходных и до встречи МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok